у тебя и у меня как у божьего народа есть привилегии и мы должны их знать мы должны понимать что мы отличаемся от других и бог нас не сравнивает со всеми остальными и бог не смотрит так как смотрят люди этого мира у нас отделил от мира и он называет нас своими детьми и не все его дети на самом деле и к своим детям у него определенные бонусы для своего народа у него есть определенные бонусы аминь поэтому глупо верить в то что верят язычники и говорить то что говорят язычники у нас есть бог у нас есть отец у нас есть покров у нас есть защита тому подобное аминь салон 143 с 12 стиха да будут сыновья наши как разросшиеся растения скажи аминь в их молодость дочери наши как искусно изваянные столпы в чертогах да будут житницы наши полны обильны всяким хлебом да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажетях наши скажи на это аминь да будут валы наши тучны да не будет ни расхищения не пропажи не вопли вопли на улицах наших скажи на это аминь и пятнадцатый стих блажен народ у которого это есть блажен народ у которого господь есть бог блаженны да будут благословенны наши сыновья да будут благословенны наши дочери да будут благословенны наши житницы да будут благословенны наши кладовые да не будет пропажи у нас да не придут пожирающие у нас да не будут вопля на улицах наших почему потому что мы божий народ благословен божий народ Бог защищает сегодня твоих сыновей, Бог защищает твоих дочерей, Бог защищает твои семьи. Почему? Потому что ты прибежищем избрал Господа. Поэтому все эти обетования, они должны работать в твоей моей жизни. И мы должны это провозглашать, и мы должны это утверждать, потому что мы особенный народ. Божий народ, он особенный народ. И мы должны это слово Божье провозглашать, провозглашать и утверждать. Тогда мы увидим перемены в нашей жизни. 1 Петра, 2 глава, 6 стиха. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, всего не камень, краеугольный, избранный, драгоценный. Речь идет об Иисусе Христе. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, всего не камень, краеугольный, избранный, драгоценный. Верующий в него, в этот камень, который есть Иисус Христос, не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность. А для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень приткновения, камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на то, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел мой, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Понимаете, Писание четко говорит, есть верующие в Иисуса Христа, для которых является Иисус Христос, является основанием, есть драгоценностью. Иисус Христос сегодня является для меня драгоценностью. Иисус Христос сегодня для тебя является драгоценностью. И Библия говорит, что верующий в Иисуса Христа, он никогда не постыдится. И также он говорит, что есть неверующие, и для них Иисус Христос есть камень, о который они спотыкаются, но он является главой угла. То есть, как бы Писание разделяет верующих от неверующих, и Бог отделяет. Он говорит, вы, род избранный, царственное священство. И здесь еще такой момент написано, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Знаешь, когда болезнь приходит, когда тьма покрывает эту землю, мы должны понимать, что мы не такие, как все. Мы должны понимать, что когда мы верим в Иисуса, и Иисус является для нас драгоценностью, мы не оставлены, и мы не покинуты. Кто-то может быть и оставлен, как Писание говорит, но не мы. И мы не должны сегодня размышлять и думать так, как все остальные. Мы не все остальные. Он говорит, вы, род избранный, вы люди, которых сам Бог взял в удел. Поэтому, если кто-то болеет, Библия говорит, что страха их не бойтесь. Страха их не бойтесь. У меня и у тебя, как у сына Божьего, как у дочери Божьей, есть привилегии. Вот там вот это случилось. Ну и что, что там случилось? Кто тебе сказал, что это с тобой случится? Библия говорит, что наоборот. Да, может быть, где-то случилось, но не у тебя. Они оставлены. Почему? Потому что они проигнорировали слово Господа. Они проигнорировали того, кто является главой угла. А верующий в Иисуса Христа не постыдится. Вы понимаете, о чем речь? Что большая разница между верующими и неверующими. Большая, очень большая разница. Сам Господь говорит, одних я поставлю по левую сторону, а других я поставлю по правую сторону. Ефесянам 2 глава 19 стих. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане своим и свои Богу. Вот это мы должны понять, что мы уже не чужие. Есть чужие Богу, а есть не чужие. Есть пришельцы, а есть не пришельцы. Мы уже свои Богу. И ты должен четко понимать, я избранный народ, я верю в Иисуса Христа, поэтому я не постыжусь. Я сегодня не чужой, я сегодня свой Богу. И поэтому для меня есть какие-то привилегия в его царстве и на этой земле также. Я не должен смешать себя с основной массой и мыслить, и думать, и бояться того, чего боятся они. Потому что я свой Богу, и ты свой Богу. Псалом 19, 8, 9. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. И 9 стих. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Опять Бог показывает здесь разницу. Иные колесницами, иные конями хвалятся, но мы чем-то другим хвалимся. Мы именем Господа хвалимся. И Бог показывает, говорит, те, кто колесницами и конями хвалятся, они поколебались и пали. Есть они и есть мы. И Бог очень четко разделяет это. Есть они, те, которые хвалятся не Господом. Те, которые не уповают, не на Господа. Вот там проблемы. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Евреям 10 глава 38-39. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, они поколебались. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. И дальше. Мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Праведный верою жив будет. А если поколеблемся, не благоволит к нему душа моя. Я не хочу колеблиться, как этот мир. Я хочу быть твердым в вере. Я хочу доверять моему Господу. Я хочу быть твердым в том уповании, в котором я уповаю. Я хочу утверждаться и укрепляться в этом. Мы же не исколеблющихся. Скажи, я не исколеблющихся на погибель. И я буду стоять в вере к спасению моей души. Аминь. Исайя 43 глава 4 стих. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Вот понимаешь, Бог смотрит на тебя, говорит, Алексей, Григорий, Надежда, Наталья, Люда, Ксюша, Андрей, Сергей. Так как ты дорог в очах моих, то я ради тебя одного. То есть, он говорит, то, что будет с тысячами происходить с тобой, не произойдет. Так как ты дорог. Не надо смотреть, что происходит с тысячами и с миллионами. Это не твой, это не мой удел. Нужно сказать, ну и что, что произошло? Ну и что, что там кто-то заболел? Ну и что? Ну и что? Ну мне-то какая разница? Я удел Божий, я под защитой Всевышнего. Я избрал Господа, я живу с Богом. Не может это, не приключится мне никакое зло. Вот на этом мы должны стоять сегодня. Вот это мы должны утверждать сегодня. Исайя 8 глава, 11-13 стих. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку, и внушая мне не ходить путем сего народа, и сказал, не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь этого. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. Аминь. И не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором. И не бойтесь того, чего он боится. Люди говорят разные, и пусть говорят. Он говорит, ну вы не говорите. Они говорят, и они боятся. Какие-то эсэмэски мне мама скидывает. Там какие-то, вот там, не буду называть имен, вот это там, вот это вот это, вот это был консилиум, там ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Я говорю, мамуль, успокойся, пожалуйста. Как это, Женя прочитала анекдот или что-то. Говорит, ангел-губитель пришел к праведнику и говорит, я хочу погубить пять тысяч людей. Ну, все это закончилось, пятнадцать тысяч погибло. И он потом встречает опять ангела смерти. Говорит, ты почему меня обманул? Ты сказал, что пять тысяч хочешь погубить. А погибло пятнадцать тысяч. Он говорит, да я пять тысяч погубил. Остальные, говорит, сами от страха умерли. Ну, реально. Значит, многие просто загоняются. Многие от туберкулеза у него ничего нету. Я помню, поехали мы на юг, а у меня был такой период такой сложный. У меня заболело. Нежреберная невралгия. И так мне плохо стало. Я пока ехал, короче. Я себе так разогнал вообще. У меня такого никогда не было. У кого-нибудь была невралгия? Это же плохо. Я думал, короче, я умираю. Потому что я не мог чихать, я не мог смеяться. Мне казалось, что моя внутренность полностью поражена. Я думал, либо у меня туберкулез в последней стадии. А мы ехали на юг с Женей и дети. И я себе так разогнал. Я такой думаю, так, как бы мне лучше умереть, чтобы им удобнее было. Ну, чтобы они не заморачивались. Думаю, если я до юга доеду, там какой-то бардак. Сочи, там много народу. Пока меня там переправят, там. Ну, это прям, представь, я еду и так гоню прям в кубатуре, прям думаю об этом. Такой думаю, так, где? Где наши братья, вот мои братья, которых я люблю и меня любят? Мы в Екатеринбурге. Там Ален, думаю. Мы с ним друзья. Он поможет там, думаю. И ближе. Думаю, надо там, короче, кони отбросить. Но я вам серьезно говорю. Я настолько разогнал. Приезжаем туда, Женя говорит, пойдем в больницу. Тебе надо идти в больницу. Я думал, уже все. Я сейчас приду, думаю, в больницу. Диаконос поставят. Может, я сразу умру. Дружи, я даже не мог. Ну, все. Я не спал. Я не мог согнуться. Я вот так вот ходил. Пришел там бабушка какая-то. Старенькая бабушка с этим аппаратом. Что-то возила, возила. Говорит, у тебя ничего нету. Я говорю, как ничего нету? Я умираю. Да нет у тебя ничего. Я, короче, подумал. Думаю, слишком старенькая она. Ничего не понимает уже. Думаю, пойду к другому врачу. Приехал к другому врачу. Ну, и он мне посмотрел. Говорит, блин, ну, у тебя вот такая вот тема. Ничего страшного. У тебя нету легких порядок. Печень, почки. Все четко. Все хорошо. Дал мне две таблетки. Я считаю, через два дня я был абсолютно здоров. Ну, понимаешь? И вот так вот мы... У нас мозг настолько работает. Мы можем так себе разогнать порой. И вот жить в страхе, жить под контролем. Я не хочу этого. Я понимаю, что я ребенок Божий. Я понимаю, что верующий в Него не постудится. В Ефесянам 5 глава, с 18 стиха смотрите. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, пая, воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Мы вчера ходили на евангелизацию. Бог нам дал идею, как же в это время евангелизировать. Мы взяли, придумали такую бумагу и написали. Коронавирус, социальный опрос. Разные категории людей. Мы опрашивали всех. Там по 35 человек, нас человек 15 собралось. И мы пошли на улицы общаться с людьми. Так интересно. Мне так понравилось на самом деле. И вот кто-то просто как черт от ладана убегает. Вот те, особенно которые в масках, к ним лучше вообще не приближаться. Они просто тебя обруливают вот так просто, убегают. Один мужик говорит, не дыши на меня. Я ему хотел сказать, Иисус дышал. Он говорит, примите силу. Иисус дышал на людей, они принимали силы. Я говорю, если бы ты знал, знаешь, думаю, если бы ты знал, ты бы просто, кто я, ты бы сказал, просто дыши на меня постоянно. Не останавливайся. Вот так вот встань просто и дыши, дыши на меня. Чтобы никакая зараза не прилипла ко мне. Главное, думаю. Не хочешь, не надо, чтобы я на тебя дышал. Я еще зубы почистил хорошо, чтобы дышать на людей. Я ведь не готова. Оказались некоторые. Шучу, конечно. И вот некоторые прям в страхе, в панике. Ты когда человеку подходишь, у него глаза бешеные, он куда-то бежит. Скорее всего, он выбежал, там гречка закончилась, уже неделю, видать, прошла. Он думал, что карантин закончится. И вот он бежит за гречкой, или за туалетной бумагой, я не знаю. И вот просто в глазах страх и паника. Страх и паника. А с некоторыми... А еще есть категория, которые упиваются вином. Библия говорит, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым. Мы с женой зашли в магазин вечером. Вечером зашли в магазин к нам туда, рядом с домом. А продавщица говорит, давайте скорее берите. А то, я говорю, что берите? Ну, берите скорее, сейчас вот давайте у вас продукты. Давайте мы сначала, говорит, алкоголь пробьем, а потом все оставляем, потому что время. Я говорю, в смысле? Мы так-то не собираемся ничего брать. Как не собираетесь? Смотришь, кто-то в день печали упивается вином. И продавцы настолько привыкли. Говорят, да мы христиане вообще-то. А какие вы христиане? Ну, вот мы христиане, мы не пьем, вообще не пьем. Мы даже не знали, что у вас такие законы действуют. Я смотрю, она покраснела. Потому что она говорит, а вы протестанты или православные? Мы протестанты. А она, видать, знает тему. Ей так неудобно было. Я смотрю, ей так стыдно стало, что она нам стюхивала вот эту тему, которая сегодня очень актуальна. Кому-то подходишь на улицу, он говорит, а мне вообще все пофиг. Мне все пофиг. Я пью коньяк. Я пью водку. Мне все равно. Коронавирус меня не возьмет. Если возьмет, то... Ну, понимаешь, вот и есть такая категория людей, которые упиваются вином. А мне нравится здесь, говорит, а вы не упивайтесь вином, потому что это не ваше дело. Не ваше дело. Вы царственное священство, не царям пить секиру. Исполняйтесь Духом Святым. Потому что Дух Святой, когда ты исполняешься Духом Святым, тебе не надо какие-то искусственные... Вот эти вот... Вот это вот зеленое, как ее называют, да, как вот... Дает смелости, дерзновения. Я не боюсь ни коронавируса. Он нажрался с утра. И он не боится ни коронавируса, ничего не боится. Зато утром всего боится, собственной тени боится. Ну, так обычно бывает. Он пока напьется, его пока держит вот эта тема, он смелый такой. А потом отпускает, и все. И куда-то смелость уходит вся. И тогда он еще в три раза больше всего боится, чем он бы вообще не употреблял. И он говорит, исполняйтесь Духом Святым. И дальше, как он там, как Слово Божие говорит? Назидая самих себя псалмами и словословиями. Знаешь, мы не просто вот сестры здесь поют, я выхожу поют. Мы должны понять, что когда ты поешь, когда ты воспеваешь Господу, в первую очередь, ты назидаешь себя. Назидаешь себя. Когда они поклоняются, они назидают себя. Они сами от этого получают колоссальное удовольствие и удовлетворение. Когда ты поешь, когда ты с песней просыпаешься, да, и сегодня утром проснулся и сказал лица Господа, и Бог дал мне песню в мои уста. Я начал петь, я начал поклоняться. Никого не было. Я не пел своей жене, она спала еще. Я пел себе, и я назидался. Назидался. Поэтому, когда Бог вкладывает в твои уста песню, назидай себя. Псалмами назидай себя. Сейчас время назидать себя. Псалмами. Читай псалмы. Словословиями. Провозглашай Слово Божие. Сейчас время провозглашать Слово Божие. Сейчас время назидать себя. песнопениями, это все, это все открывает, это все наполняет тебя Духом Святым. Псалом 33, 16. Очи Господни обращены к праведнику, на праведников, то есть глаза Господа обращены на праведников, уши его к воплю праведников, глаза сегодня, да, вот в этой тьме кромешной, глаза Господа, они обращены на праведников, он смотрит на тебя, он смотрит на меня, и его уши, они воспринимают твой вопль, твой вопль, твою молитву. Псалом 126, 1. Если Господь не охранит города, то напрасно бодрствуют стражи. Понимаете, если Господь не защитит, если Господь не охранит нашей страны, нашего города, то все напрасно, маски напрасно, гречка, туалетная бумага, все это напрасно. Это нас не спасет, если Господь вдруг перестанет. Он скажет, я не буду охранять, не буду защищать территорию нашей страны, не буду. Вот все, что бы люди не делали, это все бесполезно. Я верю так. И помните, вот это местописание, мы сейчас будем молиться за наш город, мы будем молиться за нашу страну, потому что Господь, Он смотрит на праведника, на тебя и на меня. И уши его к твоему и моему воплю. Путе 18 глава с 20 стиха. И сказал Господь, вопль садомский и гоморский велик он, и грех их тяжел, он весьма тяжел, грех этих городов. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, сойду и узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в садом. Авраам же еще стоял перед лицом Господа. То есть они уже пошли, они уже понимали, чем дело закончится, а Авраам остался и разговаривал с Господом. И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Опять Бог разделяет людей. Бог говорит, есть праведные. И Авраам точно это понимает. Он говорит, неужели Бог, ты погубишь эти города, всех людей, которые живут в этих городах беззакония, нечестия, и ты всех вместе под одну гребенку и праведного, и нечестивого? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, мне нравится Авраам, не может быть, что ты так поступишь, что ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было и с праведником, что и с нечестивым. То есть, говорит, не может быть, что одна участь будет у праведников с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли несправедливо, неправосудно, ну, несправедливо? Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие. Авраам сказал в ответ. Ну, и, короче, идет там торговля, все знаете, там, видать, настолько мало этих праведников было. Он начал говорить, 45 может быть, 45. Ради 45 пощадишь город? Он говорит, ладно, ради 45. Ну, а 35? Ну, и 35. Ну, а 30, если 30 найдешь? Ну, и, короче, до 10, до 10 скидку выпросил. Говорит, вот 10 праведников, если найдешь, пощадишь город? Он говорит, ради 10 пощажу. Я верю, что в нашей стране, в наших городах так много праведников. Так много праведников. Вчера разговаривал с людьми. Многие действительно, они понимают, что это суды Божьи. Что суды Божьи. Многие говорят, мне бабушка, у меня бабушка была верующая, и она говорила, что последнее время, оно будет именно таково. Болезни, глады, землетрясения, войны и тому подобное. Ну, знаете, когда есть суды, есть и милость. Но милость когда приходит? Когда праведники каются перед Богом. Бог сегодня внемлет твоим и моим молитвам. И когда ты и я, мы молимся, говорим, Господи, прости. Те грехи, которые совершаются на этой земле. Бог отменяет свой суд и за молитву праведников. Субтитры подогнал «Симон»